Продолжение следует... ...когда ваше послание соответствует духу нашего канала и названию нашей программы «Рождённые в СССР». Есть актрисы, обаяние и талант, которых невозможно забыть. Увидев лишь один раз на экране, ты уже не в силах устоять перед их красотой и самобытностью. Моя сегодняшняя гостья именно такая, яркая и незабываемая. Сыгранные ею роли привлекают зрителей, как мне кажется, любых возрастов. Привлекают, прежде всего, своей искренностью, наверное. «Большая перемена», «Калина красная» и, конечно же, «Рождённая революция». Эти и другие фильмы невозможно представить без моей героини. Итак, сегодня у меня в гостях заслуженная артистка России, лауреат государственной премии СССР и просто красивая женщина Наталья Гвоздикова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Нормальное. Иначе всё пойдёт хорошо. Надеюсь. Я ничего не ошибся, не собрал, представляю вас. Действительно же самая красивая женщина, кинематографа к нам пришла сегодня. Это как раз я опускаю, не знаю. Вы же чувствовали любовь зрительскую и мужскую в частности? Ну да, но, вы знаете, я как-то никогда не оценивала себя со стороны и никогда меня это как бы не заботило. Ах, подождите, а для актрисы разве это не важно, оценить себя со стороны и подумать, да, вот я действительно хороша? Да, когда говорят красивая, я старалась об этом не думать. Важно мне было, чтобы я была при деле, чтобы я работала, что я продолжаю делать до сих пор. И для меня это гораздо важнее, чем как бы оценивать свою внешность, скажем так. Тем более, что всегда хочется попробовать себя несколько в ином качестве. Вот я недавно, сравнительно недавно снималась в сказке, где был персонаж Баба-Яга. И я очень хотела сыграть Бабу-Ягу. Причем действительно хотела сыграть Бабу-Ягу. Но мне не дали. Почему? Сказали, слишком хороша? Нет, сказали, что лучше вы сыграйте директора маленькой сельской школы. Что я и сделала, к сожалению. Это вот вы мне сейчас начали рассказывать эту историю, а я вспомнил другую вещь. Когда Шукшин дал вам сценарий Калины Красной, и вы наверняка подумали, вот она, да, моя главная роль, раздал читать сам Шукшин. Не было такого? Нет, нет. Я хорошо знала, кто будет играть, какую роль. И понятно, что Василий Макарович хотел, чтобы я прочитала сценарий. И когда я прочитала сценарий, я все прекрасно понимала, кто кого будет играть. А, то есть даже не было надежд никаких, что вот это хочу сыграть. Нет, нет. Важно было то, что он меня пригласил к себе второй раз. Потому что первый раз это было в печках лавочка. Вот, он запер меня на ключ. И сказал, когда прочитаешь сценарий, постучишь мне в стенку, и я приду к тебе, мы с тобой поговорим. А зачем он запер? Чтобы не убежали? А чтобы нет, чтобы меня никто не отвлекал. А, это... Вот, потому что Мосфильм в то время был, ну, как бы, проходной двор нет, наверное, но очень много народу было. И шла интенсивная жизнь, заглядывали люди всякие. Вот, чтобы меня никто не отвлекал, он меня закрыл на ключ, и я прочитала сценарий, постучала он, пришел ко мне. И я сказала, Василий Макарович, пожалуйста, если можно, возьмите меня в малину. А он говорит, в малину. Ну, хорошо, пойдем. Я говорю, что, уже сейчас пойдем в малину? Он говорит, нет, пойдем к зеркалу. Говорит, посмотри на себя. Я посмотрела. Он говорит, ну, какая ты малина? Ну, неправда, говорит, какая ты малина? Ну, не тянешь, да, на малину. Вот, поэтому, говорит, вот сыграй мне вот девушку на почте, то-то, 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 и, конечно, я с удовольствием, безоговорочно согласилась. Ну, там тоже хорошая, да, роль была? Ну, мне было очень дорого само предложение. Шукшина. И приглашение Василия Макаровича, да. Тем более уже второе, да, приглашение Шукшина. А третье было какая работа? Ведь я успела прочитать Василия Макаровича на одну ночь. Дал мне сценарий, я пришел дать вам волю. Это о Степане Разине. Причем сценарий был весь в... Знаете, как вот, когда дописывают текст, переписывают всякие склеечки, бумажечки. Это вот так, как мои вопросы выглядят вам. Нет, у вас просто идеально они выглядят. А там вот именно на каких-то, на синенькой бумажечке, на желтенькой, на беленькой. И, конечно, я залпом прочитала этот сценарий. И ждала, когда начнет снимать Василия Макаровича этот фильм. Потому что он о нем очень много лет думал и говорил, и рассказывал. И мне, в частности, рассказывал, когда я приехала на «Калину красную». Знаете, что было совершенно потрясающе у Василия Макаровича. То есть не то, что ты сегодня приехал, завтра ты вышел на съемочную площадку. Даже в такой крошечной роли, в какой я была. Нет, прежде чем я вышла на съемочную площадку, прошло, наверное, дней пять. Он мне рассказывал, как проходят съемки, где снимают. Показывал мне город, в котором мы должны были снимать, хоть у меня маленькая почта и больше ничего. Мы ходили с ним в кино, он водил меня на танцплощадку. То есть, понимаете, это шла целая подготовка. Да, вот это погружение в роль. Я теперь понимаю, почему он женился на главной героине. Если ты играешь главную роль, на ней просто нужно жениться. Да? Ну, наверное. Вот. И поэтому, вот как бы, мне в то время казалось, что ему так много лет. А ведь он умер, ему было всего 45 лет. Вот нам бы сейчас увидеть фрагмент из фильма «Жукшина». Но боюсь, что не готов, еще нашим режиссерам не приготовлен этот фрагмент. Поэтому мы сейчас визитную карточку прочитаем по традиции. Вы меня послушаете, зрители фотографии посмотрят. Вы меня потом поправите, если я ошибусь. Хорошо? Итак, Наталья Федоровна Гвоздикова родилась на станции Борзе Читинской области. В 1967 году поступила во ВГИК. Училась в мастерской Герасимова и Макаровой. На третьем курсе впервые появилась на экране в новелле Сергея Тарасова «Белые дюны». По окончании ВГИКа в 1971 году Гвоздикова стала актрисой театра студии киноактера. Первой большой работой стала роль Светланы в детском фильме «Ох, ушата Настя». В 1972 году актриса снялась в знаменитой большой перемене режиссера Андрея Коренева. Затем последовали роли в эпической военной драме «Дума о кавпаке». Тимофея Левчука о фильмах «Печки лавочки» и «Калина красная». Василия Шукшина, о которых мы только что говорили. Но звездной ролью стала роль Марии Кондратьевой в 10-серийном фильме «Рожденная революцией». В 1978 году за работу в этом фильме Гвоздикова была удостоена государственной премии СССР. Заслуженная артистка России. Действительный член Академии НИКа. Заместитель председателя правления общества «Книга» города Москвы. Советник по культуре Ассоциации книга «Просвещение и милосердие». Председатель приемной комиссии фонда «Актеры милосердия». О, сколько серьезного должностей-то у вас. Все действительно соответствует? Ну да. Ничего не изменилось? Единственное, только Коренева звали, вернее, не Александр, а Алексей. Ага, я подчеркнул Алексея, да? И вообще Андрея сказал. Или Андрей. Но это не важно. Не важно, важно фамилию хотя бы произносить. Да, это тоже имеет значение. Нормально. Хорошо, если все верно, тогда сразу традиция в нашей программе есть. Тем более, давайте вот что сделаем. Вы сейчас зададите нашим зрителям какой-нибудь свой вопрос. Дело в том, что не только наши гости будут адресовать вам свои вопросы, но и наши... Запутался, короче говоря. Вот с Андреем Кореневым как пошло-поехало. И сейчас страшно. И будем с вами. Ничего. У нас есть традиция, наши гости о чем-то спрашивают наших зрителей. Зададите свой вопрос зрителям. Любой. Желательно, конечно, ностальгически. Ну, вы знаете, для меня книга... Ну, вообще я без книг не могу. Читаю я только за счет сна. Потому что днем у меня не получается. Ну, просто не получается. По ряду причин. И я помню, как сложно было у нас в стране достать интересную литературу. Солженицын ли это был? Пастернак ли это был? Ахматова-Цветаева? Ну, и так далее. И вот мне бы хотелось задать вопрос, приходилось ли сталкиваться вот с таким моментом, я имею в виду запрещенную литературу, и кто как ее приобретал, и, конечно, конкретно, кого я имею в виду, фамилию. Каких авторов, да? Фамилии, да. Читали тогда из запрещенных. Да, писателей, поэтов. Да, какие запрещенные книги вы прочли в первую очередь? Какие первые книги запрещенные вам попались в руки? Какие авторы, кого вы читали тогда? 617-52-20, 617-51-92. А вы вспомнили двух замечательных поэтов сейчас, да? Ахматову, Цветаеву, именно вот они первыми были, да, из тех закрытых запретных? Ну, как вам сказать? Ну, наверное, наверное, потому что была связь с Францией, была связь с Германией, и в мои руки попала книга, издана она была в Париже, это стихи Анны Андреевны Ахматовой. И, конечно, когда я их прочитала, я поняла, что это моя литература. Это мой поэт. Мне хочется читать, потому что, хоть я тогда была очень молода, и многого, наверное, не знала, но интуиция, вот человеческая интуиция, женская интуиция, она, наверное, подсказала мне это. Потому что, чем старше я становлюсь, тем глубже я понимаю стихи, и равнодушно читать их не могу. И даже, вы знаете, даже когда я выхожу на сцену, я понимаю, что, может быть, сидят люди, зрители, которые не совсем готовы воспринимать то, что я могу им читать. И я всё равно читаю. И потому, как они слушают, я же вижу глаза. Читаете в надежде донести то, что вы хотите донести? Или потому что вы не можете не читать это? По-разному это бывает. Потому что по-разному складываются мои концерты. Понимаете, по-разному. Это зависит от меня. Вот у меня нет шаблона, чтобы вот два концерта, допустим, три концерта в день я играю, у меня нет одинаковых концертов. Во-первых, потому что мне это неинтересно. Понятно, что я не могу свою биографию изменить. Но поменять свой диалог со зрителями я могу. Это в моих силах. И поэтому читаю я не всегда. Но мне всегда интересно, как слушают люди стихи. А Ахматова, в общем, непростой поэт. И я, когда прочитала, я пришла во ВГИК к Сергею Аполлинатьевичу Герасимову и к Тамаре Фёдоровне, но в данный момент к Сергею Аполлинарьевичу. Причём, вы знаете, замечательно было то, что мы с Сергеем Аполлинатьевичем могли говорить абсолютно на любые темы. И мы говорили. Не только я. То есть весь курс мог спокойно разговаривать на любые темы и открыться ему как отцу родному, да? Да. Так он практически был наш отец, родной второй. Столько времени они отдавали нам. И Тамара Фёдоровна, и Сергея Аполлинатьевич. И я пришла и сказала, Сергей Аполлинатьевич, вот я хочу читать Ахматова. Он тогда спросил меня, как ко мне попала эта книга. Я ему честно рассказала. Не назвала только фамилию человека, который мне привёз эту книгу. Спросил, почему? Опасаясь за вас? Нет. Ему просто любопытно было, почему Ахматова? Ему было любопытно, так и, наверное, каким образом, как бы, как, вот почему. Вот именно Ахматова, да? Ну, и я ему объяснила, показала книгу. Я до сих пор помню, какая она была. Она была достаточно тоненькая. Обложка была из довольно мягкой бумаги, такого синий-голубого цвета. Я её потом на всякий случай всё перепечатала сама на машинке. На всякий случай. И уж, конечно, нет смысла спрашивать, помните ли вы содержание этой маленькой тоненькой книжечки. Конечно, помню. Не всё, но помню. Вот. И тогда он сказал, ну, ладно, Наталья, давай читай. При нашем разговоре присутствовала Наташа Бондарчук, с которой я вместе училась. И она сказала, Сергей Абонтович, ну, раз вы Гвоздиковы разрешаете читать Ахматова, разрешите мне читать Светаеву? Он сказал, ну, девчонки, ну, ладно, давайте. И тогда мы публично в нашем институте, совершенно спокойно, но волнуюсь, понятно, но понимая, что нас никто за это не накажет. Начали диссидентскую деятельность, по сути дела, поэтическую. Да. В институте. Да, да. Нет, не диссидентскую, а это было очень важно, это было очень нужно всем нам. И может быть, даже очень вовремя. Но всё равно, наверное, какой-то колорит был отдельный от того, что это ещё, помимо того, что это Ахматова, самого по себе потрясающий шедевр, да, любое стихотворение. Ну, и когда это ещё запретный плод, наверное, в этом какой-то есть ещё свой колорит, да? Тогда был, по крайней мере, по молодости лет. Не знаю. Важно было, вот я к Пете, Сергей Аполлинаевич был потрясающий совершенно педагог. Он нас так, с первых мгновений нашего, как бы, присутствия в этом институте, он нас так влюбил в нашу профессию, о которой практически мы ничего не знали. Что мы не представляли вообще уже своей жизни без стихов, без сценической речи, без хореографии, без актёрского мастерства. Нас выгоняли из института, потому что мы пытались остаться там, ну, на ночь, для того, чтобы учиться, учиться, ещё раз учиться. То есть студенческие годы лучше в жизни, да? Ой, какие годы. Мы сейчас встречаемся, и мы вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Собираются четыре Наташи и грустят. Нет, вы знаете, к сожалению, так получается, что не получается четырём Наташам встретиться. Последнее время мы с Наташей Бондарчук. Если встречаемся, то мы расстаёмся только на ночь. Но это вот не просто название, не просто квартет четырёх Наташ, не просто вот красивое слово у нас на курсе были четырёх Наташи, а вот что Белохвостикова была на вашем месте? Что ваша, ну, наверное, лучшая подруга по тем временам, Наталья Оренбасарова, тоже, они все рассказывают о том, что действительно были четыре Наташи, крепкие подруги, и действительно курс ценился этими актрисами. Я бы так не сказала. Всё-таки, понимаете, у нас были другие девочки, с которыми мы были также дружны. Ну, просто так получилось, что из восьми девочек было четыре Наташи. У нас был хороший курс, у нас был хороший курс, дружный курс, у нас не было никаких распри. Да у нас и времени не хватало на это. Нам всем хотелось работать, 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 работать. И, конечно, очень тяжело было, я помню, как мне было тяжело, когда я снималась, вторая смена, я снималась на Масфильме, была такая картина, «Город первой любви», где я сыграла гимназистку Таню, девушку с длинной рыжей косой, дочь действительного статского советника Преображенского. Это была как бы генеральная репетиция к роли, которую мне пришлось уже потом сыграть через несколько лет, я имею в виду Машу в фильме «Рождённая революция». И вот ночью я снималась, я ночью приезжала домой, а утром я училась. Это было очень тяжело. И Сергей Абханович видел, Тамара Фёдоровна предложила мне взять академический отпуск. Но Сергей Абханович сказал нет. Нет. Будешь учиться и работать. Будешь учиться и работать. Ещё одна Наташа к нам присоединяется сейчас, Наталья Трасса из Одессы. Наталья, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здрасте. А, вы меня слышите? Да, тогда слышим хорошо. Натали, Натали, привет тебе от Наташи Романченко из Одессы. Ой, Господи. Катюля, ты помнишь наш Триморский бульвар? Конечно. Наш дом большой. Помню, помню, Наташа. Командно. Помню. А родители твои, это ж не родители, а это была мама Нина Николаевна. Она нас всегда вкусненьким кормила. Помнишь ты, да? Помню, конечно. Ну, ты вспомнила, кто это говорит? Да, конечно. Конечно, Наташа помню. Да, Наталья? Помню. Мелочки я недавно звонила. Как сестра твоя? Ничего, спасибо. Мы с ней разговариваем каждый день. Ну, хорошо. Ну, я вас могу сейчас попросить что-то прочесть? Вот как вам в свое время сказал Герасимов, вы сказали пару минут назад, читай Ахматова. Хочешь читать Ахматову? Читай. Или вы сегодня не готовы что-то прочесть? Или не та обстановка? Или нет зрительских глаз? Или все-таки можно? Ну, я попробую, конечно. Только надо подумать, что... Ахматова очень любила Александра Сергеевича Пушкина. И у нее есть очень коротенькое стихотворение, посвященное Александру Сергеевичу Пушкину. Звучит оно так. Кто знает, что такое слава? Какой ценой купил он право, возможность или благодать порой так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть. Действительно. Спасибо вам огромное. Продолжаем общаться с телезрителями Дима из Сан-Франциско к нам присоединяется сейчас. Вы, если вы знаете, что Дима нам звонил, и когда был Евгений Ильич в костях тоже. Дима, здравствуйте, добрый вечер. Дмитрий, мы вас слушаем. Наталья, ты роскошно выглядишь. Ты просто, просто... Когда приедешь? Димулечка, приеду обязательно. Спасибо, что ты дозвонился. Только вчера была на передаче, которую писали о Савелии Краморове, и я рассказывала, как была у тебя в гостях в Сан-Франциско. Вывозили меня по этому замечательному городу и показывали мне дом, в котором жил Савелий Краморов. Ну вот, слушай. Вообще, конечно, твой вопрос я ответить не могу. Сама понимаешь, почему. Да. Как книги доставались. Да. Очень тихо, звонки в студию. А вообще, ты не боишься, нет? Что-что? Ты не боишься? Я боюсь. А? Я ничего не боюсь. Я просто страшно. Тогда приезжай. Хорошо. Приеду с удовольствием. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе большое, что ты дозвонился. Спасибо вам, Дима Большой, за то, что вы дозвонились к нам уже второй раз, насколько я помню, на эфир. А тогда нам Дима сказал, что он вам домой. Сначала позвонил. Вот эту всю историю нам рассказал. Узнал, что Жариков здесь в гостях. Возвращаемся к вашим киноработам. Мы подробно говорили о Шукшине. Давайте посмотрим фрагменты из картины «Печки лавочки». Потом вернемся в студию. Давайте. Так, рожденная в СССР Наталья Федоровна Гвоздикова у меня в прямом эфире сегодня. До конца эфира у нас остается 43 минуты. Звоните. 617-52-20, 617-51-92. Счастье, да, работать с Василием Шукшиным. Две работы было, могло состояться три. Мы об этом с вами говорили. И отдельное счастье дружить, наверное, было с этим человеком. Вы признали, что и в кино ходили, и на танцы водил, и так далее. То есть можно даже заподозрить, что какой-то там чуть ли не роман намечался. Он дружит только, Господь с вами. Но самое приятное мне было, вот я шла по Масфильму, по коридору, длинному-длинному коридору, и встречала Василия Макарыча. Он никогда не проходил. Просто, знаете, как бывает, здрасте, здрасте. И каждый пошел по своим делам. Он всегда останавливался. Наталья, как дела? Что ты делаешь? Где ты сейчас снимаешься? Не пропадай. То есть, понимаете, вот это было, это дорогого стоило. Участие такое, да, очень дорогого стоит. Да, и надо сказать, что Женя никогда не присутствовал при нашем разговоре, как когда он встречал Тарковского. Я точно так же отходила, как бы в сторону, не мешала им разговаривать. У Жени, имеется в виду, Евгений Жариков, да, вот я совсем неделю назад у него спрашивал о том, понимал ли он вообще, что рядом с ним такая глыба, как Тарковский находится? Я думаю, что и сам Тарковский тогда ничего о себе особенного не знал. Нет. Ага. Так, а вы понимали сразу вот величину таланта Шукшина? Да, да, да. Потому что я уже... Юная девушка совсем еще посчитала. Нет, я уже и книги читала, а потом Василий Макарович часто приходил к нам на курс и переносил свои рассказы. И Сергей Абринаевич Герасимов был с ним как бы, ну, дружен, не дружен, мне сложно сказать, но они были в связке. И поэтому недаром Шукшин снялся в главной роли в фильме у Сергея Абринаевича «Керасимов озера». Поэтому нет-нет, я понимала прекрасно, что я представлялась. Александр из Севастополя к нам присоединяется. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир. Добрый вечер. Наталья. Очаровательная, милая женщина. Спасибо. Ответ на Ваш вопрос. Вот первое. Вот, я гораздо моложе Вас. Спасибо. Анна Ахматова, первые дистинские стихи, ну, как вот их можно назвать, они были удивительно опубликованы на щите. Вот в Севастополе были? Первый раз была в позапрошлом году. Вот. Есть там такой пляж солнечный. Это недалеко от входа Тесанец, откуда пошло Крещение Руси. В 1978 году начали там строить парк имени Анны Ахматовой, но, к сожалению, с развалом Союза. Ну, нынешней власти это все не нужно, но я не об этом. Там был вывесен щит, и на нем были четверостиши, Анны Ахматовой. Начинается оно так. Я сегодня очень рано встану. У меня сегодня много важных дел. К сожалению, дальше не помню. Если сможете продолжить, буду очень благодарен. Еще бы, я бы хотел передать вашему замечательному мужу большой привет. Спасибо вам за фильм «Рожденные революцией». Изумительный фильм. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова. Тоже Ахматова для человека была открытием, да, как запрещенный писатель в свое время. Вот не случайно мы вспомнили, да, Анну Ахматову, Марину Светаеву. Присоединяйтесь и рассказывайте, с кем из закрытых, запрещенных, не очень широко популярных писателей вы познакомились тогда в Советском Союзе. Александр из Москвы. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про личную жизнь, про первого мужа. Вот такой вопрос в лоб сразу. Расскажите про личную жизнь. Вы знаете, дело в том, что мой первый муж никакого отношения не имел к моей профессии, поэтому я никогда о нем не рассказываю и считаю, что это правильно. Потому что у человека своя жизнь, уже после того, как мы с ним расстались, поэтому мне не хочется делать ему, может, ему это неприятно. Поэтому мы никогда с ним не виделись после того, как расстались. Поэтому на эту тему я говорить никогда не говорила и, извините, не буду. Сейчас мы покажем вам фрагменты спектакля, в котором вы не играли, не участвовали. Я даже не уверен, что именно в этом фрагменте участвует ваша сестра. Но мне кажется, что вхождение в профессию знакомства с профессией как таковой началось вот с подобных спектаклей. Давайте посмотрим. Рожденная в СССР Наталья Гвоздикова в прямом эфире у меня сегодня находится. Не ошибся я, Наталья, сказав, что ваше знакомство с профессией началось с театра Аркадия Райкина. Да? Да. Вот вообще знакомство с актерством как таковым. Хоть и мечтали стать балериной, насколько я знаю. Вообще я мечтала быть врачом. Ах, сначала врачом? Не сначала, а всегда хотела быть врачом и думала, что если я буду врачом, я еще буду немножко балериной. Немножко танцевать в промежутках, да? Да. Но я и попала в профессию благодаря, в общем, конечно, этому театру своей сестре, старшей Милочке Гвоздиковой, которая проработала в Аркадии Сакче 25 лет в театре. Но попала в мастерскую Герасимова я тоже благодаря театру Райкина. Я знаю, я хотела вас даже прочесть сказку сейчас, чтобы вы мне рассказали. Сказка как называлась? Андерсона «Нехороший мальчик». Нехороший мальчик, да, точно. Или «Злой мальчик». Ведь тогда именно ее вы читали, Макарова и Герасимова, да? Нет, Герасимова вообще ничего не читала. Он не услышал эту сказку? Нет. Его не было тогда на квартире? Нет. На той самой квартире, где оказалась случайно Тамара Федоровна? Нет, она оказалась не случайно. Это я там оказалась случайно. Потому что Ольга Николаевна Малоземова, которая дружила с Тамарой Федоровной, они были дружны с девичеством. И Сергей Аполлинаевич был влюблен в Ольгу Николаевну Малоземову. А она в это время была уже влюблена в своего мужа. И познакомила Сергея Аполлинаевича с Тамарой Федоровной. И вот сложилась такая семейная кинематографическая пара. И когда Ольга Николаевна узнала, что я поступаю в училище, она говорит, а ты в Питере не будешь? Я говорю, буду, должна приехать на три дня. Она говорит, ну когда приедешь, позвони мне, и мы с тобой договоримся, чтобы ты приехала, рассказала мне. Как это случилось? Ну, наверное, все-таки понятно, что просто совпадение. И когда я приехала к Ольге Николаевне, мне открыла дверь Тамара Федоровна. И познакомилась я вначале с ней. Конечно, для меня это была полная неожиданность. Вы сейчас так вот это путничное говорите, когда я приехала к ней, мне открыла дверь Тамара Федоровна. Вам открыла дверь сама Тамара Федоровна. У меня ноги были забетонированы вот так вот. Я просто как бы, ну сейчас, ну что же сейчас расскажу. Ну понятно, что стояла Тамара Федоровна в халате, да? Мокрые волосы, длинные. У меня тоже всегда были длинные волосы. И она видела, что я в шоке. Поэтому она, там о чем-то мы о каких-то заколках говорили. Потом она говорит, вот я знаю, что вы поступаете сейчас в училище, не хотели бы вы мне что-нибудь почитать. Что вы читаете? Ну я и перечислила. У меня не такой богатый был репертуар, скажем так. И когда я и почитала, ну все, мы сели, продолжили разговор. Она спросила, училась ли я в балетной школе. Я сказала, да, училась. Что я спортивной гимнастикой занимаюсь, что у меня разряд по спортивной гимнастике. И в этот момент вошел Сергей Аплинач. Он подошел ко мне, посмотрел на меня. Его глаза, знаете, как рентген меня вот так вот насквозь пробуравили. Пронзили, да. Пронзили, да. И он сказал, почему не поступала в АВГИК? Я говорю, я не знала. Он говорит, хочешь у меня учиться? Я говорю, хочу. Тогда он, как я понимаю, набрал Министерство культуры и сказал, с кем он говорил, я не знаю. Он сказал, это Герасимов Сергей Аплинач. Мне нужна еще одна единица. Спасибо. Подошел ко мне и говорит, я вас поздравляю. Вы студентка моего курса. А тут Тамара Федоровна уже подключилась и сказала ложечку дегтя. Говорит, только когда приедем в Москву, нужно сдать общий образовательный экзамен. Все-таки сдавали их. Да, сдавала общий образовательный экзамен. Меня запирали на, опять же, на ключ, чтобы я писала сочинения. У вас это традиционно происходит, да? Вас запирают периодически где-то. Да, да, да. Вот. Я сдала экзамены и, слава Богу, как бы поступила. Я поступила и очень счастлива, что я училась. Да вы счастливая человеку. То есть вот этот ужас приемной комиссии, когда возьмут, не возьмут, когда конкурс бешеный, это вам не знакомо, да? Почему не знакомо? Я же в училище-то поступала. И самое интересное, что потом мне как бы предложили в это училище прийти и доздать экзамены. Но я уже этого не сделала. Я уже была студенткой в ГИКа, потому что... Я уже была студенткой в ГИКа и поехала на картошку, собирать картошку, работать в колхозе. Заработала воспаление легких, но все равно никуда в Москву не уехала. Вот, отрабатывала свой хлеб, вот, и потом приступила к учебе с большим наслаждением. Принимаем звонок Юлиса из Хартфорда. Юрис, здравствуйте, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, вы уже немножко меня, так сказать, опередили, вот, поскольку, Наташа, я в своё время участвовал в подготовке сборника воспоминаний об Аркадии Райкине. И я встречался с вашей сестрой Людмилой и с Ростиславом Ткачёвым в Ленинграде. Ткачёв написал много, наверное, знаете об этой книге. И я хотел вас попросить немножко подробнее рассказать о твоей сестре, как она попала в театр Аркадия Райкина. Ну, и об Аркадии Райкине наверняка вы с ним были знакомы. Будьте добры. Спасибо, Юлис. Да, конечно, с Аркадием Сакчевым я была знакома и была очень благодарна этому человеку за то, что он разрешает мне, школьнице, девочке присутствовать на репетициях, потому что Аркадий Сакчев не любил, когда посторонние люди сидели на репетиции, но я вроде как была и не совсем посторонняя. И сестра моя поступила в театр Аркадия Сакчев, тоже достаточно интересно. Вместе с Витей Ильченко и с Ромой Карцевым, не имея высшего образования, эти три человека пришли в театр Аркадия Сакчев. Он их увидел в спектакле самодеятельном и пригласил к себе в театр. И потом уже к ним примкнул Миша Жванецкий. А я, конечно, очень любила приходить в этот театр. И мне было интересно смотреть, как гримируют, как наряжают. И это поначалу, конечно, я подумала, боже мой, как, как это моя сестра сидит, ей надевают красивый туалет, ее причёсывают, реснички. Ну, смотрите, что для девчонки, что это такое. Да, конечно, это волшебство, сказка, не здешняя жизнь, не земная. Да, 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 вот. И моя сестра меня, конечно, готовила, готовила для поступления в институт. И уже когда я стала артисткой, я всё равно любила приходить в этот театр. И помню, когда я как бы была в положении, должна была рожать ребёнка, я приходила в свободное от съёмок время, потому что я снималась в двух картинах. Я одну картину, я закончила, по-моему, меньше, чем за месяц до рождения сына. А рождённую революцию я закончила за 12 дней до рождения сына. А телевизионную передачу, я была ведущей телевизионного женского клуба «Москвичка», я закончила за три дня до рождения сына. И когда я приходила в театр, Аркадий Саксович видел на мне такой сарафанчик свободненький, и говорил мне, ну что, арбуз растёт? Я говорю, растёт, растёт, Аркадий Саксович. Потом уже Фёдора приводила в театр. Наших детей любили очень в театре. И сейчас, встречаясь с Катей Райкиной, мы с ней встречаемся в доме актёра, просто как родные люди. Ну вот сегодня нельзя вспомнить ещё одну картину. Про рождённую революцию, конечно, поговорим, но куда нам от этого не уйти уже никуда никогда, про большую перемену. До этого была, мне кажется, вот именно эта работа принесла такую большую всенародную любовь и славу, да? Большая перемена вы имеете? Ой, да. Вы знаете, вообще до этого у меня была очень хорошая, интересная картина, которой я защищала диплом. Это была детская картина, которая называлась «Ох уж, это Настя». Буквально несколько дней тому назад я услышала песню, которую написал Крылатов, Евгений Крылатов. Песенку про оленя. Её пела Аида Ведищева в нашем фильме. А вот буквально на днях я услышала её в исполнении Софии Ротару. То есть, представляете, песня из фильма, который вышел, по-моему, то ли в 70, да, в 71 году. Я защищала диплом в 1971 году. То есть, песня из этого фильма живёт до сих пор. Знаете, как приятно? Конечно, да. Ну, а большая перемена, конечно. Ну, во-первых, мы все, кто снимался в этом фильме, мы даже не предполагали, что эта картина будет таким долгожителем. Во-первых, мы не думали тогда об этом. Было интересно. Были актёры разных поколений. Я помню, что когда я находилась на площадке вместе с Михаилом Михайловичем Яншиным, я просто, кстати, я была нечеловечески счастлива. Мы сейчас видим фрагменты, да, из этого фильма? Да. Ну, созвездие было действительно необыкновенное. Мне кажется, потом в жизни-то такого и не было, да, огромного созвездия? Что там и Кононов, Яншин, Крючкова, Леонов. Ну, что вы, Спирантова, Касаткина, Талызина, Леонов. Из молодых тогда по Збруеву, Проскурин, да? Нет, Сашечка Збруеву постарше. Вот Юра Кузьминков, Саша. А мы вот, Света Крючкова, я, Нина Маслова, Ира Азер, это мои однокурсницы, кстати говоря. Вот. Вот мы вот только-только-только закончили институт и снимались. Но мы не назвали ещё одного актёра замечательного, Савелия Краморова, да, который тоже там снимался. Чё-то не просто снимался, я слышал о том, что там какие-то у вас чуть ли не отношения налаживались. По крайней мере, он предлагал руку и сердце. Вы знаете, вот вчера как раз мы снимали два Шервинта, папа и сын, снимали передачу о Савелии Краморове, и было много гостей. И я была тоже приглашена на эту передачу, рассказывала о том, что руки и сердца мне предложено не было. Не было всё-таки. Но я понимала, что я нравлюсь Савелию, и он просто спросил меня, как-то он меня подвозил на машине, и он меня спросил, не может ли такая девушка, как я, стать его женой. И что ответила такая девушка, как вы, ему? Я слукавила. Во-первых, я уже была замужем. А он этого не знал? Вы скрывали? Нет, просто как-то... Ну что, ходить и говорить, я замужем. Да, табличку не поверишь. Я замужем, да. Но я что-то такое, ну так, как-то отвертелась. Но потом у нас сложились замечательные совершенно отношения, и он водил меня на творческие встречи со зрителями. Я даже не знала, что существует такой как бы процесс взаимоотношений зрителей с актёрами, особенно актёрами кино. И я была совершенно поражена, как женщины просто орали, визжали, вопили всякими голосами, когда Савелий вышел на сцену. Я слышал, что его чуть не разорвали где-то там в Ярославле на каком-то женском комбинате. Это правда? Вот, наверное, я как раз и была вот на этом каком-то женском комбинате, на его творческой встрече. Он пригласил меня вот на эту творческую встречу. Видно, хотел, чтобы я посмотрела на него со стороны. Не такой, как он во время съёмок, а вот такой, какой он на сцене. Что он делал, я не помню. Я не помню, но я смотрела на этих совершенно бешеных женщин разного возраста, думала, боже мой, что же с ними такое делается. Вот, понимаете? А потом мы приехали доснимать картину в Сочи, в Сочи, и меня приглашал Ролан Антонович Быков гулять по набережной. Потому что я маленького роста, и он мне говорил, не надевай каблуков, идём с тобой гулять на набережную. И Савелий ко мне подходил и говорил, вот с ним ты ходишь гулять по набережной. А на мои все предложили. Ну, это всё было в шутку, конечно. Но потом я узнала, что Савелий неравнодушен к женскому полу. Наверное, это хорошо. Да это безусловно хорошо. А внешность не смущала? Он, во-первых, не был красавцем. Нет. Но вы знаете, это был совершенно другой человек в жизни. Когда он мне рассказал о том, что он коллекционирует предметы фарфора, это было для меня просто открытие. И как он это говорил? И вообще, как он говорил, вне ролей, которые он играл. Это был совершенно другой человек. Абсолютно. Но я понимала, что вот то, что у него глаза косят и так далее, и так далее. Да, у него уже был физический недостаток. Недостаток, да. Но его использовали просто как бы, вот у него был имидж такой. И, наверное, в какой-то степени это его устраивало поначалу. Потом, наверное, нет, потому что всё надоедает. Надоедает быть нечеловечески красивой или некрасивой. И хочется попробовать себя несколько в других качествах. Но вы полюбовно расстались-то? Он позвонил хотя бы, когда покидал Советский Союз? Нет. Нет? Нет. Но мы с ним встретились потом. Мы встретились потом, когда он приехал в Россию уже. По-моему, на съёмке какого-то фильма мы совершенно замечательно встретились, расцеловались, сказали какие-то слова. Ну и каждый пошёл по своему делам. По своим делам шёл сегодня целый день Александр из Волгограда. И вот дошёл до телефонной трубки, дозвонился нам. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Володя. Добрый вечер, Наташа. Здравствуйте. Во-первых, что хочется сказать. Сказать Наташу, поздравить её с наступающим женским днём, 8 марта. Спасибо. Поблагодарить её за её прекраснейшие роли в этих, в первую очередь, двух фильмах. Спасибо. Спасибо вам огромнейшее от всех мужчин Советского Союза и города Волгограда. И, Наташа, извините, сначала я задам вопрос Володе, а потом такой же вопрос переадресую вам. Володя, недавно была передача ваша с безвременно ушедшим, я считаю, жизнью, прекрасным актёром Борисом Хмельницким. В конце там звучат пронзительные стихи. В 45-м, в 45-м, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой. Откуда чьи это стихи, Володя? Я вам сейчас точно не скажу, но вот при первом приближении, по-моему, это Геннадий Шпаликов. По-моему, так. Так, посмотрите, пожалуйста, я думаю, что это его стихи, Шпаликова. Хорошо, хорошо. И, Наташа, вопрос. Наташа, творческая судьба вашей биографии, приходилось пересекаться с Борисом Хмельницким? Приходилось пересекаться, вам бы знали. Скажите несколько слов об этом замечательном человеке. Вы знаете, да, спасибо большое. С Борей мы очень много работали вместе в концертах, очень много. И у меня есть такая история, Боря меня спас. Боря меня спас в прямом смысле слова. Мы были вместе в Афганистане, на границе афганской, на Памире. И от Высокогорье у меня было очень высокое давление, но я этого не знала. И мы жили вчетвером Леонид Васильевич Марков, Боря Хмельницкий, Михаил Михайлович Казаков и я. Вот с тремя бойцами я жила одна, в такой даче, небольшая даче. По-русски там практически мало кто говорил. И Боря, зная, что я очень люблю час, сказал, Наташа, ты неважно себя чувствуешь, ты полежи, и как только начнется передача, я тебя позову. Потому что Марков и Казаков уже в это время спали. И позвал меня, мы сидели, скорая помощь до этого у меня была, там, уколы и так далее, и так далее. И мы сидели, смотрели, с ним слушали Эллу Феджеральд, Дюка Электона, Армстронга, получали удовольствие совершенно. И вдруг у меня носом пошла кровь. Но не просто пошла кровь, а, знаете, фонтан. И я начала захлебываться. И Боря не растерялся, принес полотенце. Знаете, обычно, когда кровь, всегда говорят, запрокинь голову. А он, наоборот, говорит, ни в коем случае. Он наклонил мне голову вниз и говорит, вот сиди. А я сидела в брючках светленьких, маечка. И вот что меня поразило совершенно после чего, мне, наверное, стало сразу много лучше. Он сказал, ты не волнуйся, не волнуйся, я тебе все постираю. И он помог остановить кровь. Потом опять приехала скорая помощь. И проходило уже не год, не два, не три. Гораздо больше я когда видела Борю. И если кто-то позволял себе в его адрес сказать что-нибудь, что мне не нравилось, то я всегда его защищала. И говорила, что это совершенно замечательный человек. Мы все не безгрешные. У всех у нас есть какие-то промашки, недостатки. Но я этому человеку прощаю все, потому что он добрый, он сердечный, хороший человек. У нас мало времени до конца эфира, дорогие друзья. Успевайте нам дозваниваться. Телефон, напоминаю, наверное, уже последний раз. 617-52-20, 617-5192. Через некоторое время мы вам покажем фрагмент из программы, рожденной в СССР. Неделю назад у нас в гостях был Евгений Ильич Жариков. Вы, разумеется, говорили, как было, как познакомились, как встретились. Я так понимаю, что встреча эта, которая определила вашу или поменяла вашу дальнейшую жизнь каким-то образом, состояла в 1973 году, да? На картине возле этих окон. Да. Да тогда? Да. Правда, что тогда как-то при первом приближении, при первой встрече отношения не очень заладились? Вы там, по-моему, опоздали или что-то такое было? Ну, я немножко опоздала. Но самое интересное, что я в жизни практически никогда не опаздываю. Женя, да, я нет. Но это просто так бывает, знаете, бывает. Ну, не то, что, знаете, уже в какой-то передаче сказали, что мы ненавидели друг друга. Такого не было вообще, чтобы нам не за что было ненавидеть друг друга. Но просто получилось так, что в это время я снималась с другим актёром в фильме, с которым меня попробовали в эту же картину возле этих окон. И, конечно, мне хотелось сниматься с ним, потому что у нас уже определились отношения. Мы уже познакомились друг с другом. Нисколько не хуже Евгения Жарикова внешне. Как бы до сих пор у нас чудесные совершенно взаимоотношения. И поэтому мне с человеком, которого я не знала, с которым я не знакома, мне было сложнее. Опять же, любовь играть и так далее, и так далее. Зачем мне играть любовь, когда мы с этим актёром только что сыграли мужую жену в кино. Поэтому понятно, что я тянулась к этому актёру. Ну, а вот жизнь распорядилась так. Как распорядилась жизнь, расскажет нам сейчас сам, Евгений Ильич. Давайте послушаем. Сначала, конечно, я влюбился. Потом я купил её тем, что я, в общем, очень по-доброму относился к молодёжи. И за ней всё время ухаживал, и что-то помогал. И это как бы подкупило её. А потом ведь, хоть и была передача, мы не очень согласны с ней по телевизору о наших складывающихся взаимоотношениях. И режиссёр наш, Кохан, сочинил свою историю. Но у нас всё развивалось по восходящей. И когда мы уже приехали на пробу, которой я тоже имею отношение, когда меня спросили, кого из партнёрш ты хочешь, я сказал, вот эту. Я только что с ней снялся. Хочу эту. Вот она настоящая Мария. А что такое конкуренция? Вам знакомо? Приходилось там драться, отбивать ли ещё что-нибудь такое было в жизни? Нет, я просто украл её и всё. Это как? Это кавказский обычный? Да, почти кавказский. Я увёз её на съёмки в Киев и больше не вернул. Вот со смехом какие-то слава воспринимала Наталья Фёдоровна сейчас. Чего вызвала улыбку-то? Не правда, что ты сказал, любимый супруг? Нет, просто с кого из партнёрш ты хочешь. Так он, я слышал, по сути, вас спротежировал в эту картину, сказав, что вот именно такая девушка мне не значилась. Дело в том, что режиссёр, который снимал фильм «Рождённая революция», меня прекрасно знал. Потому что в это время я параллельно снималась в другом фильме. У режиссёра, который снимал фильм «Рождённая революция», был зять режиссёра, у которого я до этого уже два года снималась. И понятно, что обо мне был какой-то разговор. Потому что Тимофей Васильевич Левчук, о котором я снималась в «Думе о Ковпаке», у которого я снималась в «Думе о Ковпаке», и где я играла партизанку-разведчицу, он очень меня любил. Очень меня любил и позволял мне даже какие-то шкодливые поступки делать. Хоть его на Украине все боялись, потому что он был депутат Верховного Совета, он был герой социалистического труда, он был народный артист и так далее, и так далее. А я его не боялась. И он как-то... Но я не пользовалась тем, что я понимала, что мне можно, может быть, позволить себе что-то, чего-то. А вот Жарикова на эту картину как раз я спротежировала. Да? Все наоборот? В «Дума о Ковпаке». А, в «Дума о Ковпаке», да. Он играл у нас поэта Платона Горанько. А Женин отец в жизни дружил с Платоном Горанько. Были два очень близких друга. И поэтому, когда возникла кандидатура, кого на эту роль пригласить, я сказала, как кого? Евгения Жариков. И была послана правительственная телеграмма. Жариков на самолете. Его посадили прямо на съемочную площадку в партизанский отряд на маленьком самолете. Ну а вот что касается объяснений в любви, и что касается мольбы о том, чтобы вы приняли руку и сердце, это ведь уже на рожденной революции состоялось, да? Нет. Тоже раньше? Это во время, когда мы как бы готовились к роли. У нас же не сразу начался съемочный период, потому что надо было продумать и костюмы, надо было продумать внешний вид. Мне нужно было смотреть много хроники, чтобы видеть девочек, которые учились в Смольном институте. То есть на этапе вот этой подготовки все произошло, да? Да, кстати говоря, кстати говоря, в прошлом году я у Глеба Скороходова в документальной картине рассказываю о девушках-смолянках. Ага. И мне пригодилось то, что я видела, хроникально документальный материал для подготовки к рожденной революции, мне пригодился вот в моей работе в прошлом году. Ага. То есть я теперь понимаю, что еще не было фильма рожденной революции, а уже был тот декабрьский снежный вечер, да? Да. Где красивая очень девушка стоит на улице, а Ютуша стоит на коленях, да, в этот момент? Да. Так это происходило? Да. 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 Это так происходило. Снег шел? Вот такой. Букрый. Шел снег. Но вы понимаете, что тоже все очень интересно. Очень интересно. В той же картине «Ох уж, это Настя» моего партнера по фильму звали Саша Жариков. Ага. И мне спрашивали, знаешь ли, для такого артиста Жарикова? Я говорю, знаю. Я в него влюблена моя старшая сестра. Он ей очень нравится. Она выводила меня в кино на Жарикова, на «Таинственный монах». И говорит, вот-вот, смотри, он мне так нравится, нравится. Ну, я говорю, ну, хорошо. Ну, и подумаешь. Да, голос, красивый голос. Ничего не могу сказать. Красивый, приятный, баритон. А так, чтобы он меня внешне как-то так привлек? Не знаю. Нет, такого не было. Вот. Поэтому Жариков, 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 Жариков вот так. И когда произошло это объяснение в любви, я тут же набрала Питер и сказала, «Мила, мне Жариков только что признался в любви». Он сказал, «Да?» Ну, что ж, очень хорошо, очень хорошо. И он приехал в Питер по каким-то своим делам и пришёл к Миле без меня. И о чём они говорили, до сих пор ни она, ни он мне никогда не рассказывают. А вы спрашивали, вы выведывали, вам интересно? Я уже не помню. Вы знаете, конечно, как каждая женщина, и во мне есть доля любопытства, ну, наверное, здорового любопытства. Как Сергей Аблинаевич говорил, что в каждом актёре должна быть здоровая доля авантюризма, так, наверное, в каждой женщине должна быть здоровая доля любопытства. Ну, и, наверное, она присутствовала. Безусловно, я думаю, присутствовала. Но я, честно говоря... Но без фанатизма, да, без такого? Нет, нет. Хорошо, вы сказали про рождение Фёдора, который родился за 12, что ли, до окончания съёмок. Я знаю, что вы тогда тоже скрывали свои отношения с Евгением Ильичом, и, наверное, только потому, что боялись, что актриса может просто забеременеть, да? Были такие случаи? Ой, да нет, просто дело в том, что очень сложные отношения были с режиссёром, с оператором, потому что длинная картина, большая картина. То есть я понимала, что я должна сниматься не один год, но как-то всё так очень ловко мы подгадали. Рассчитали практически всё очень точно, да? Да. За 12 дней до окончания съёмок родили... Боженька помог в данной ситуации, да? Жить с популярным актёром, с героем-любовником, с красавцем тяжело? Красивой женщине-актрисе? Ну, непросто. Да даже если бы он был бы некрасивый. Уже достаточно того, что актёр. Актёр, поэтому, конечно, сложно. Конечно, сложно. Но работать вместе нам интересно. Нам интересно почему? Потому что мы очень хорошо знаем друг друга. И поэтому и интересно, и очень ответственно. Поэтому, правда, когда нам предлагали роли мужа и жены в кино, то мы какое-то время соглашались, а потом категорически стали отказываться от роли мужа и жены. Но когда нам Сахаров предложил сыграть две очень интересные роли в барышне-крестьянке, по повести Александра Сергеевича Пушкина, моя героиня опять блещет французским языком. Кстати, этот язык преследует меня в кино. Я читал об этом, я просто не стал расспрашивать, мне кажется, вас часто об этом спрашивают. После рождённой революции, да, это начало? Нет, после Охошетой Насты. После Охошетой Насты, да? Почему-то все стали считать, что вы совершенно все знаете французский, да? Ну, совершенно не совершенно, что я знакома с этим языком. И прелестная совершенно картина, замечательные актёры. И мы получили такое удовольствие, сыграв мужа и жену, где у нас три взрослых дочери. Но меня это нисколько не смутило, наоборот, было очень здорово и интересно. У нас три минуты до конца эфира. Давайте успеем принять звонок Николая из Кишинёва. Николай, здравствуйте, добрый вечер. Сорвался Николай. К сожалению, уже не успеете нам перезвонить. У нас две с половиной минуты до конца эфира остаётся. Немножечко про семью не могу не поговорить, тем более знаю, что вы большой затейник в этой семье и устраиваете там чуть ли не грандиозные торжества на семейных праздниках каких-то, да? Главные семейные праздники-то какие? Ну, дни рождения, конечно, Пасха, Новый год. Обязательно Наполеон присутствует в вашей традиционной... Да, да, Масленица, сейчас Масленица. Я поздравляю всех с этим замечательным праздником. Обязательно пеките блины. А с 10-го числа начинается пост, с 10-го марта. И вот тут уже можно похудеть. А что касается постов в советское время, что касается Пасхи, который не очень приветствовался тогда, вы каким-то образом отмечали? А как же? А как тогда в Советском Союзе это было? Очень просто. Я сыну очищала яйцо, чтобы краски не было, заворачивала, значит, в плёнку. А когда отдавала кусок кулича, причём я пеку куличи до сих пор, я не покупаю готовые куличи. Это целый процесс, целый процесс. Безумно сложное тесто. Но зато, когда всё это стоит потрясающе, красивое, пахнет потрясающе, то я сыну говорила, если тебя спросят, что это? Это кекс. Не выдавай маму. Да? Да. Приходилось скрывать, да? Приходилось, конечно. А в храм уже тогда ходили? Ходили. На пасхальную службу в том числе, да? Да. Всегда ходили. А я родилась на Рождество. Седьмого числа, да. Седьмого января, поэтому я знала, что я родилась в такой день. И как бы для меня это, я понимала, что это такой потрясающий праздник, что просто вот родиться в такой день, как Рождество... Да, это значит быть отмеченным, наверное, Господом. Не знаю, но для меня это было и до сих пор, и было, и есть, и будет, наверное. Про Федю немножечко заговорили тоже. Я знаю, что он любит, конечно, мамины пироги и готов пожертвовать, наверное, своей компанией, порой ради того, чтобы побыть с вами и почитать вашу же Стенгазету, которую вы выпускаете на каждые праздники. Да, да, да. Помимо этого, у Федора есть какая-то обида на актерскую профессию? Есть, конечно. Или все-таки нет? Есть. Есть? Мы его бросали. Мы его бросали, и когда ему было лет, наверное, 14-13, он сказал, да, вы думаете, я вам прощу, что вы меня бросали и оставляли? Ну, хорошо, говорит, когда я оставался с бабушкой, с моей мамой. А, говорит, все вот эти вот няньки, которые, говорит, у меня были противные, тетки и так далее, и так далее, потому что не со всеми складывались у него хорошие отношения. И понятно, что ребенку не хватало родителей, но я старалась всегда потом как-то восполнить это. И до сих пор я пеку им пироги, вот буквально два дня там назад. Я сказала, ну ладно, скоро пост, ни о каких пирогах не может идти речи. Поэтому я им испекла пирог с капустой, с яйцами и с луком. Я знаю, что у вас есть свои рецепты, которые вы никогда никому не выдаёте и не скажете, тем более сегодня, да? Нет, почему? Есть какие-то рецепты, которые я рассказываю, а есть, которые нет. Это традиция семей. Которые известны только вам и передаются из поколения в поколение, да? Да, да. И жена Фёдора будет вас в своё время, наверное, тоже ими угощать. Ну, надеюсь, надеюсь. Замечательная актриса, красивая женщина Наталья Фёдорна Гвоздикова была у меня сегодня в гостях. Огромное вам спасибо за то, что пришли. Спасибо. Про те рецепты, которые можно рассказывать, вы нам в следующий раз расскажете. Хорошо? Хорошо. Встречаемся завтра в 22 часа. До завтра. Продолжение следует...